Всем добрый вечер! С момента последнего видео про головастиков травяной лягушки прошло уже две недели, и поэтому в процессе очередной чистки акватерариума я решил заснять моих временных подопечных. Впрочем, ничего нет более постоянного, чем временные, поэтому еще большой вопрос. Стану ли я скармливать их или избавляться от лягушат? Как можно видеть, теперь подавляющее большинство акватерариума составляют не головастики, которых теперь меньшинство, а самые настоящие сигалетки травяной лягушки, то есть молодые лягушата. Достаточно различающиеся по размеру. Есть маленькие совсем, а есть более крупные собратья, которые, собственно, раньше выросли и больше питались, как говорится, мясцом. Да, поскольку пищеварение лягушек вместе с дыханием изменилось, им нужен живой корм. Живым кормом для лягушат являются, ну, в основном покупные дрозофилы. Конечно, ничто не мешает набрать и в природе подходящий корм, но природный корм, он и той природной, что может содержать паразитов и различные микроорганизмы, которые, в конце концов, могут вызвать заболевания, ну и усилить естественный отбор среди лягушат. Пока что в условиях акватерариума лягушата живут достаточно прилично, смирность их достаточно низка. Единственное, что они испытывают проблемы, это голод, так как прокормить только дрозофилами подобную ораву невозможно. Поэтому тем, кто собирается завести большое количество лягушек, сразу говорю, придумайте что-нибудь, начинайте разводить хоть кого-нибудь, чтобы у вас были сопоставимые кормовые объекты. Так как дрозофилы катастрофически не хватает. Вот такой вот батальон из 50 лягушат способен съесть несколько сотен дрозофил буквально за один вечер, что и было продемонстрировано моими подопечными буквально вчера. Как мы видим, лягушата хорошо используют свои конечности, активно прыгают и используют эффект поверхностного натяжения, чтобы с помощью влажного тельца прикрепляться к стенкам контейнера, в котором я их временно содержу, пока идет чистка аквариума. Поэтому пока чистить аквариум, лучше следить, как бы кто ни сбежал. В противном случае их ожидает незавидная участь быть мумифицированными от пыли. Собственно, я нашел первого сбежавшего лягушонка, он был совсем сухим, с вытянутыми ножками, ну то есть он буквально высох на последнем издыхании. И как мы можем видеть, некоторые лягушата сильно отличаются от остальных размерами. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то питался лучше, кто-то скушал больше корма, чем остальные. Ну а кто-то просто эволюционировал из головастика раньше. Поэтому есть определенная градация в размерах. Надеюсь, теперь, когда я начал разводить сверчков, эта градация уменьшится. Но, тем не менее, естественный отбор никто не отменял. Поэтому выживет тот, кто будет питаться лучше. А пока что наши лягушата не оставляют попыток забраться наверх. Вдруг там лучшее условие, чем те, которые в этом временном контейнере. Собственно, смертность все еще присутствует. Можно видеть одного умершего лягушонка. Неизвестно, утонул ли он или его настигла голодная смерть в связи с конкуренцией, либо какая-нибудь травма. Но, тем не менее, теперь его учат стать кормом для остальных головастиков. Именно головастиков, так как лягушата не будут есть падаль. Только живых движущихся насекомых. Ну, прогресс налицо за две недели домашних условий. Ну, как сказать, лягушата... Единственный толк от них это то, что они скрашивают ваше существование. Конечно, я подразумеваю ее, как возможность в будущем выпустить их на волю, так и возможность разводить их, вывести второй, а может быть третье поколение травяной лягушки в неволе. И вполне возможно, в будущем часть икры я верну в пруд, так как раз уж занял у природы, необходимо ей и возвращать. Ну, а часть, конечно, пойдет на корм нашему капскому варанчику. Ну, естественно, когда они подрастут и будут представлять из себя нормальные кормовые объекты. Диетические, выращенные в домашних условиях. Лягушата пока беззвучные. В самом старшем хоть и три недели они до сих пор не издали ни одного квакающего звука. Единственное, что слышно в акватеррариуме, это плеск воды. Поэтому они не создают никаких неудобств, ну, кроме повышенной влажности в комнате. Что не так уж принципиально. Поэтому желающие вполне могут попытаться вырастить лягушат. Вот что будет в будущем, конечно, неизвестно. А пока? Пока что будем кормить их, наблюдать за их ростом, смотреть, как они мужают. Ну, и просто наслаждаться их обществом. Я очень надеюсь, что в неволе они смогут прожить долгую и отчасти счастливую жизнь, насколько это возможно. Ну, а теперь, когда я сумел почистить акватеррариум, я, пожалуй, отнесу их обратно в комнату и начну выпускать. Ну, а наш выпуск на сегодня завершается. Вы всегда можете посмотреть и предыдущие видео, ну, и, конечно, насладиться нашими лягушатами. так забавно переобирают лапками, прыгают, зависают. очень забавно смотреть на них, когда они кушают, включаешь свет дополнительно и смотришь, как они пытаются найти побольше мошек. Ну, а пока я расскажу немножко о завершении об акватеррариуме. Собственно, я использую обычный аквариум, но в качестве крышки использую вот такую вот москитную сетку по периметру террариума. Специально наклеена лента, которая удерживает эту москитную сетку. Единственная проблема будет в том, что рано или поздно эту москитную сетку придется менять, так как постоянное отклеивание, чтобы насыпать корма или посмотреть лягушат, вызывает, соответственно, износ сетки. Ну, а сам акватеррариум выглядит вот так. Сейчас включу, пожалуй, свет. Немного света не повредит. К сожалению, суша составляет все еще небольшую часть, поскольку гравиуме немного и мхасфабума пока тоже, но, тем не менее, все вот это вот оставшееся пустое место помимо воды будет содержать еще кору пробкового дерева и ту водоросль, кладофору, на которой они любят сидеть. вот такой небольшой биотопчик для наших лягушат. Мы вернемся к ним, глянем последним взглядом на наших. вот, видно, как они пугаются при резком движении, пытаются ударать, но очень быстро замирают, либо успокаиваются. Но на этом, пожалуй, наш выпуск будет завершен. Пойду возвращать их по квадерариуму.